Да, я испытываю невероятное счастье, потому что играет команда Моус Спортс. Вот сейчас эта игра точно будет повеселее, учитывая то, что Spacey в принципе-то в онлайне неплохо играют. Как мы уже все заметили! Что только в онлайне, потому что на лане они отлетают в первый же день. Не, ну вообще я думаю, что это просто был такой день у них. Я думаю, что они стабильно могут выходить в топ-9, в топ-8 каждого ивента, на котором они участвуют. Ну да, это все мелочи жизни. У нас вот онлайн лига напоминает, что это продолжение ESL пролиги сегодняшнего дня. Это предпоследний день, соответственно последняя неделя, то есть самые решающие катки именно здесь. Или ничего не решающие, в зависимости от того, какие команды играют. И вот сейчас эта карта ничего не решает, как я уже говорил. И Spacey и Моуза уже вышли на лан-финалы седьмого сезона в Даллас, как вы знаете. Все это дело будет играться в мае. Вот, среди черды нереального количества ланов подряд. Там типа что он сейчас DreamHack прошел, потом будет Сидней, потом будет еще что-то и еще что-то. В общем, в середине всего этого будет находиться ESL. В общем, плотненько у нас в мае будет и в июне тоже вроде все нормально. А потом сразу Кёльн, как только закончится Истамбул. Там, короче, плотно. Да, ну и ЭКО здесь с одним Калашом. То есть в следующем раунде точно будет закуп у команды MoSports. Но здесь вот такое вот решение сыграть от одного АК-47 с АНИ с АК, собственно, и с Калашом. Ну и медленно играет Мауза. Есть также P250. Ну и тут уже выход в middle у нас просматривается от мышек. Ну, САНИ все-таки реализовал Калаш. Атака Мэйджи сразу же отвечает фрагом. Тут же накидывает ХЕ-шечку. Подтягивается вся команда Space Soldiers фокусить middle. Келикс с коннектора делает фраг. Покусить JST-ка уже с Калаша. Работает по пазу, ну и тут же отвечает Келикс. То есть вроде как неплохая, на самом деле, попыточка в целом. От команды MoSports. Так она еще продолжается, потому что Калаш снова забрал себе ропс. То есть это Калаш это прям оружие идеальное с точки зрения выхода на middle. На верхний, если с тобой стрелять, конечно. То есть один упал, ты подобрал. Второй упал, ты еще раз подобрал. И хорошо. И замечательно. Можно дальше работать. Оскар, кстати, еще возьмет себе М-ку, здесь лежащую на коннекторе. Оп. Ну подбери, подбери, ну подбери ее. Ну давай, 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 давай. Оп. Подобрал. Хорошо. Теперь можно с М-кой и Калашом играть. Тут реальные шансы есть. Конечно, они не так уж велики. Особенно в связи с тем, что Молза не знает, где находится противник вообще. Спейсы подозревают, что это будет скорее всего middle. То Молза окружены по факту. Но если спейсы где-то сделают ошибку в выходе, там, будут выходить постепенно, не в crossfire и так далее, то вот тогда могут начаться с проблемами. Ну можно поставить плент. Можно поставить плент. Или не можно. Можно. Келикс не рискует. Все-таки выходит, и Робс его прикрывает. Боже, какой идеальный тайминг. Отлично сыграл Робин. Ну и два в два. Вот Робс с Оскаром вообще просто. То есть если даже не возьмут раунд, то ситуация для экономики очень хорошая. Судя, кстати, по всему, оптики кикнули только Санислава и, господи, из Шазама, еще и тренера команды. Да, вроде как. Я посмотрел сейчас на его твиттер. Он как раз вчера еще похвалился тем, что бегал на Dacia 2 и искал смоки для своей команды, а сегодня он уже кикнул. Хм. Изи. Изи. 2-0, но у Моузов, как мы и говорили, будет шикарнейший закуп. Крис Джей с тэком. Вот она, вот она, новая мета в Counter-Strike. У нас вообще команда Моуспорт славится своими внедрениями какими-то концептуальными в игру, в использовании девайсов. Вот Крис Джей играет с тэк-девятым. Выходят мышки быстренько в миддл. Ну а тут фокус от спейсов. Мейджер кинул Молик хэшку. Пас в коннекторе. Вывок не так же действует Ксантарес. Тут по гранатам что-то вроде неплохо накидывают спейсы, но пока они так много дэмэджа наносят своим оппонентам. Халдят, халдят парни из Моузов. Думаю это о жизни. Есть флажки, можно через них пройти. На коннектор. Попробую здесь вынести с паза, о котором нет ни малейшей информации. Но чекнуть его в этом углу надо. Если не чекнет, то будет очень больно. Ксантарес, кроме этого, вместе с ним сейчас подключается на коннектор. Умирают у нас в мейджерной шарте. Но... Где Ксантарес? Вот пришел. Пришел к пазу. Молодец. Спас его жизнь. Восемь хп остался паза после этого столкновения. Стика все-таки его добьет. Потому что выйти из этого угла было невозможно без Смока. Смока не было. Стика смотрит сейчас с апдауна виндоу. Ждет и готовит платформу для захода на аплэнды своих товарищей. Потому что Керри, кстати, у нас здесь совершенно не читабельная позиция. Никто не мог его выйти. Найти здесь. И он убивает двух. Изичайшая совершенно реализация фармгана против двух калашей, которые с двух сторон. Кроме этого еще и открывающий сейчас баллоса имел всю информацию. Ну да ладно. Стика остался один против двух. У него три килла. И походу это очень сложный для него раунд. Хайишка хорошая, могла бы быть, но только два хп сняла. И все, до свидания. Что ж, Келикс герой этого раунда. Вытащил два важнейших фрага при заходе на аплэнды. И Моуза что-то совсем не разобрались о том, где он находится. Ну, очень легко играют спейсы. Как-то действительно у мышек пока нет шансов. В этом мираже, безусловно, карта является одной из самых сильных у Моуз Спортс. Ну, вот атака пока не заходит. Экономический сейчас будет от мышек. Это три дигла, два по двести пятьдесятых. Ну и у спейсов, мы видим, тоже есть интересный парень. Это Пазз, который решил ничего не покупать. Ни фармган, ни эмку. Просто дигл армор и, в общем-то, без гранат. Он играет. Келикс уже поджимает яму, собирает информацию. Ну, а здесь, как мы видим, у Моузов укрепление в медле. И, возможно, сейчас что-то произойдет. Ксантарес, Келикс по фрагу. Ксантарес продолжает дальше пожить. Мейджор тут без шансов. Ксантарес поучаствовал абсолютно во всех фрагах в этом раунде. Где-то ему засчитал ассист. Сам три сделал. Ну и, в общем-то, 4-0. Ну что, мышки, Оскар с АВП. Иди-иди, давайте смотреть, что по стрельбе вообще. Спейсы пока... Если вот, я так понимаю, они в таком стиле играли весь сезон, то неудивительно, что ребята в итоге заняли первое место и как-то без шансов просто попадают на лан в финал. Сейчас бы без шансов попадать на ланы. Ну, без шансов реально. Ты видел турнирное положение? Да-да-да. Я думаю, что у тех и у других 100% шансов выйти на ланы. Так, Келикс пропушил. Не выдержал душа поэта. Решил, что надо подкупить где-нибудь. Не хватило ему агрессии в жизни. И таким образом они теряют час раунд. Все причём подряд. Инжин почему-то не ждал никого с Пелоса. Ещё один парниша не ждал никого на миде. Точнее, ждал, но сам почему-то вышел. И погиб, и пас вместе с Мейджером решили... Ну... Чё-то заливка напоминает мне предыдущую карту. Но верить я в это, конечно, не буду. Посмотрим, может быть, и вправду всё будет хорошо. У нас на Моуза уже поставили бомбы на АПНТ. И пазу ничего не остается, кроме как убегать. Но убегать ему не дадут, потому что по хвостику ему выдал Сани. Сорок... Чё, 41. Ну да, 41, друзья, на карту. Нормально заспойлерил. Тем не менее спейсы покупают, есть у них деньги на закуп. И, в общем-то, это последние деньги. Моуза тоже прекрасно понимает, как экономиковых оппонентов. Ну и Оскар, по-моему, опять будет играть контакт Б-дом. Нет. Всё-таки это просто... Без агрессии. Флешка в мидл. Для того, чтобы, опять же, помочь своему тиммейту. Занять это топ-мид. Ну и здесь без шансов. Как-то паз слишком легко открылся. Попытался Мейджор сделать рефраг. Но, опять же, его очень хорошо изолировали гранатами. Меньшинство для турков. Ну и тут уже... Энджин на соло Б пленте просматривается у нас слабостью команды из Турции. Но, опять же, есть Мейджор в ледер-руме, который очень быстро сыграет на хелпе. Ну а мышки, судя по всему, решили идти на точку Б. У меня есть только один вопрос. Сейчас очень серьезный. Посмотри в чат на одну секунду. Где ты? Где ты? У меня вопрос, где ты? Не-не, посмотри на чат на одну секунду. На мой комментарий там. Так, сейчас, подожди. Заход, Энджин. А, да-да, у меня тоже есть такой же вопрос. Ты серьезно, типа? Это просто... Как это получилось? Ну, это просто вот спасибо, что ты подписался. Так, ну, после размена заход все-таки на Б. Бомба устанавливается. Практически бомбера прикрыли. Практически 3 в 2 ситуация. И Мейджор, как он там взялся? Да даже я его не заметил на Планте. Лол! Три игрока просто продинамили Мейджора, который в итоге зарезал Плантера. Опа! А Келикс делает фраг по Оскару? А Робс уже против Келикса один в один? Что? О-о-о-о-о! Не знаю, что. Только одно что. Что Робс может поставить руку через 12 секунд. Нет. Ему даже ставить ее не пришлось. Келикс открылся на него через окно. О, это камбэк из камбэкинг от MoSports. Очень плохой заход, но... Могло, могло у Спейсов здесь получиться еще лучше. И взяли бы раунд. И самое главное, что они сейчас проиграют уже два подряд. Что означает то, что денежки истощаются. Да денег там нет-то. Вообще. Так, ну и друзья, поехали дальше. Экономический раунд от турков. Укрепление база. Моуза как раз таки, судя по всему, пойдут именно на этот план. Центарес уже прожал яму, но здесь его, конечно же, обязаны контролировать. Ближняя флешка. Правда, сами, по-моему, Моуза ослепли. Ну и пас. Тут куча красных игроков. Ну два, ладно, не куча. Два красных. Попытка, можно сказать, хорошая. Без шансов разбирают. Здесь Спейсы все падают. Счет 4-3. Ну и дальше уже турки будут покупать в следующем раунде. Хочешь новый? Очень хочу, пацаны. Хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов? Добавь остроты сбоками игрской конторы. Лига ставок и стань участником настоящих сражений. Ну, как минимум, вот таких хотя бы как у нас сейчас происходит. Команда Моуспорт берет три раунда подряд. Немножко выравнивает игру за атаку на карте до Мираж. Молодцы, молодцы, парни. Все хорошо делают. Оскар с АВП пошел открывать, как обычно. Апартаменты. Любимая его точка на Мираже. Очень любит он на атаке использовать. Не знаю почему, на самом деле. Может, ему медом намазано. Может, ему нравятся ковры советские. Он все-таки чех. Чехи любят советские ковры. Все это прекрасно знают. Все-таки половина молодости при них прошла. Мейджор. Выстрел. Оооо. Оскар как-то что-то вообще не настрелялся сегодня. Видимо, не тренировался перед картой. Или, если тренировался, то, может быть, не очень плотно. И Энджин! Вот это выход! Вот это борьба! Ты видел это? Ты видел? Неплохо! Неплохо! Нет, я о том, что ты вообще сам по себе вот этот маневр видел. От Энджина видел? А от Оскара? Нет. Маневр нет. Ну, то есть, типа, пацаны просто... Ну, я не скажу, что им плевать. Но то, что сейчас творил Энджин, это просто верх. То есть, ты можешь сыграть пассивно, подождать своих друзей. Ты просто стоишь... У тебя заканчивается патрон на автомате. Ты стоишь пистолет и начинаешь пушить и ВП. А ВП мажет по тебе. Достает пистолет. И они начинают друг друга в упор стрелять в пистолет. Веселуха. Да. Когда кометишь сухо. Да. Но они такие... Кайф. Да. Опять закуп у маузов. Опять контакт Б. И отличный хэдшот от Оскара. Ну, по-моему, Энджин понимал, что происходит. И, вроде, такое ощущение, что сознательно выпрыгнул на этот выстрел. И был наказан. Ну, спайсам я бы, наверное, посоветовал бы здесь сейвить. Потому что ретейк Б-планта вообще никак не смотрится. Что-то бомба у нас подзастряла. Сикла под степом идет в Б-доме. Ну, там уже прям совсем стол накрыт. Ну, и спайсы, да, уже сейвят. Даже не будет никакого... Даже попытки выбивания плента. Но это четвертый раунд для Моуспорт. Мне реально интересно ответ на этот вопрос загадочный. Тем временем Робс убивает Келлекса. Засовить уже один из четырех девайсов не получится. Центарь сейчас делает все для того, чтобы еще умереть тоже. Да, у него, кстати, получается. Пас молодец, погибает. То есть, я не знаю, зачем им эти размены, зачем вообще им эта борьба. Если можно просто уйти по яме, ты точно знаешь, где находится оппонент. Но вместо этого Space Soldiers не хотят сейвить, хотят просто стреляться. Ну, два игрока засейвили, а учитывая то, что сейчас ресет, то, наверное, будут дальше в любом случае покупать. Как-то так плохо, совсем плохо сыграли на сохранении оружия. Ну, два есть. Три будет, судя по всему, ЦЗшки. Ну и, кстати, вероятно, стакнутся где-нибудь на Б пленте. Ну или вообще совсем сыграет агрессивно, подожмут А. Изи. Изи. Ну, паузу взяли турки. Я так думаю, что они что-то обсуждают как раз-таки сейчас прямо. А-а-а. А-а-а. Что они там могут обсуждать? Что-то обсуждают. Дискотеку в пятницу. Чебупели обсуждают. Это да, это вариант. Это тоже неплохо. Ну, они там сейчас закупаться будут или нет? Мне кажется, что они вроде там взяли паузу. Или все-таки они поставят сейчас двух игроков на Б, допустим, с девайсами. Три игрока с юспами на А. И чтобы сейвить на следующий раунд эти две МК. Нет, в любом случае нужно делать форс. Ну, нет смысла здесь делать эко. Ну, или, не знаю, делать эко-закупаться в следующем. Но, опять же, что вы получите? Ничего вы не получите нормального там на свои раунд. На свои на руки. Так. Ну, похоже на то, что у нас вообще пауза, дорогой мой друг. Техническая. Думаешь? Да? Ну, надо чекнуть канал. Я уже иду. Тех. Спейс Солдер. Да-да-да. Ну, они уже анпаузили в оригинале. Соответственно, мы сейчас ждем. Все хорошо. Все сейчас анпаузится. Вы не волнуйтесь, друзья. Мы сегодня целый день с вами. Лак Аутентификейшн Эррор. Вол, что? А. Тань, чё? Вак ты получил. Тань. Вак это хорошо. Вак это как пулочки. С маком. Булочка с ваком. Булочка с ваком. Да. Это материальный форс, слушай. Энджин купил себе первый арморт. За эху. Пас тоже сейчас будет что-то докупать. Та-да. Да. Все равно два эка там будет в любом случае. Ну, так-то у маузов есть неплохие шансы выйти на приемлемый счет. И закончить чуть получше в атаке. Так. А напомню, что маузов и мираж проиграли Na'Vi, да? Угу. Угу. Вообще-то это лучшая их карта. Одна. И во всем случае точно. И регулярно его пикали. И... Да. Против Na'Vi они не очень сыграли там. Подожди. Или нет? Или может быть там вообще было? Нет. Там... Сейчас мы чекнем. Давай-давай. Ща я тебе скажу. 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 Тут немного. У меня че-то сегодня все подлагивает. У меня... Я зашел на московский сервак. У меня был пинг 15. Но при этом у меня какие-то спайки были нереальные. Какая-то потеря. Вообще непонятно. Да, слушай. Но они 2-0 проиграли. И... Че-то... Че-то... Ща. Ща. Проиграли. Да. Мираж. Так красиво шли прям гуськом сейчас. Парни по джиме. Их просто приняли с флешки. И на этом их гуськовость закончилась. Так у нас пас. С Рапстевичем может скоро встретиться в очной ставке. Кто в ней играет, я думаю, вы все прекрасно и так понимаете. Ну и вот, собственно, что происходит. Было численное преимущество. После этого надо было поджать какую-то одну позицию, другую позицию в дефенсе, чтобы собрать информацию. Ну и в итоге все это заканчивается вот таким вот банальным отстрелом. Так, ну и выход на А. Моуза выходит через яму. Один игрок внутри планета это Келикс. Ну что здесь Келикс нам сможет показать? Ничего. Все. ГГ. Ну, ГГ, да. 5-5. Ну, ГГ ж мысли. Ну, конечно, а мы продолжаем смотреть, как Саня сейчас пойдет рашить с Мак-10. Потому что фармить надо. Вы сами прекрасно знаете. Если ты не фармишь, то не ешь. А хавать все-таки надо. Сексовка. Да, всем. Всем всегда. Советую, друзья, если вдруг вы не хавали, не пробовали это делать, то он не сибиралистичная штука. Так, у нас тут, кстати, пуш на мидл вырисовывается. Да, ну нормально. Вроде Оскар справляется, пока откидывается гранатами, но жить ему осталось здесь недолго. Найс рофли, найс рофли. Это хорошо. Это добро. Так, пас открыться с АВП. Надо что-то сделать. Сейчас флешки. Оп, полетела одна. Полетела вторая. Его прям закидывают моликами. Говорят, на, держи, кушай. Вот еще молик. Держи. Чтобы я так жил. Прям, реально, столько, столько бутылок меня кидает. Еще и в пасы кидают. Так, ну ему сейчас надо просто остаться здесь. И отстреливать ван бай ван. Молиться. На! По ноге попал. Второго уже не убил. 6-5. Сейчас будет закуп у Спейсов. В принципе, так Сантарос может купить авик. Сантарос все-таки покупает авик, дропает пазу. Мейджор также взял АВП. Ну и сетап 2 авика, 3 эмочки. Ну, я бы сказал, что это стандартный сетап. Но не так много я видел команду Спейс Солдерс на Мираже. Поэтому просто буду верить в этот сетапчик. Поджим андерпасса от Энджина. Сейчас, опять же, он уже находится в Б-доме. Говорит, пацаны, на Б никого нет. Фокусима. Пас забирает Оскара. Из коннектора отлично. Работа даблкил. Выход через яму от Моузов. И последний игрок в медле, это Стика. Он будет замыкать все это дело через коннектор. И, в конечном итоге, мы увидим выход на базу А. Ну да, и плацдарма есть. Все нормально. Проблема в том, что Энджин сейчас подкрадется в спину. И даже уже если будет ретейк, то у него будет хорошая позиция. Если он все-таки, конечно, будет нужен этот ретейк. Потому что пас уже убил одного. Сантарос. Вот эта игра сейчас совершенно не прощакал коннектор. Он совершенно не понимал, где находится оппонент. Он его в упор принял с боковинки. И вот он, звездный час для Энджина и раскрытия его невероятной позиции. Он раскрывает пиковую даму и достает еще и туза. Туз ему не помогает. Сика пытается сыграть один против двух. У него нет смока. У него нет, мало того, чтобы отзонить Дельпан. И он знает, что здесь один оппонент. Кидает глок. Самое интересное, что на этот глок батится мейджер. Стреляет на ЛП. Так, но Стика тут максимально трихардит и уже выжимает, я не знаю, из этой ситуации все, что только можно. Как-то слишком легко это было выиграно. Один в два. Друзья, ну нет активных комментаторов. Вот есть какие-то такие комментаторы. У нас есть чили-босс, который хавает просто внутри стрима. Это кто? Ну ты не хаваешь? Ты сейчас вот прям чавкал сидел. Я чавкал, но я не хавал. Пил кофе, честно. А, окей, окей. Вот честно, сделал глоток кофе и так сделал. Самое то. Самое то. Самое то. Отличный комментатор. У меня, честно говоря, немножко побаливает зубик, и я боюсь громко раскрывать рот. Да, ну ты громко не надо, я буду громко. Давай, давай. Я просто пытаюсь не раскрывать сильно рот, и поэтому дикция немножко страдает. Я прошу вас прощения, друзья. Так, ну экономический раунд от Space Soldiers. Моу Спорт здесь максимально стоят. Просто стоят на максимуме. Вот что прошлая игра, что эта игра. Боже, ну я... Подожди, ну это еще немножко такая прямо, знаешь, еще... Вот повеселее, да, наверное? Типа, если предыдущая была совсем вась-вась, то это вась-вась-вась. У нее нормальная градация. Еще, ну типа два с половиной, возможно. Ну и походу Моуза отдают эко, потому что уже потеряли двоих. Хотя, на самом деле там три красных. Уже один отлетает. Мажор сейчас просто всех отмажорит. Не, он пойдет на Пелос, не на Яму. Но он будет всех убивать уже на Тетрисе, когда парни будут из Моуза. Они продвинутся дальше. Я очень верю сейчас в Мажора. Парни, держите за него кулачки. Он сейчас сделает все. Энджин? А Энджин? Сделает? Нет, Энджин не сделает. Главное, просто Мажору. Раз. Ой, ну что это за перевод спрея? Господи же, суси. Ну ладно, все хорошо. Стика только что взял один в два мертвый раунд. Сейчас еще раз возьмем. Вот скринь. Они устали просто. Кто устал? Игроки? Нет. Да что устали? Ты вообще и так ничего не делаешь. В смысле ничего не делаешь? Шпилят целыми днями. В смысле ничего не делаешь? Типа, приехали вот. Вы летели, например, с двумя самолетиками в Москву. Точнее, из Москвы. Я вот, например, занимался своими вещами. Чувак затащил, а комментаторы уволены. Знаешь, чем я сегодня занимался? Насколько было тяжело? Сейчас 7 секунд. Давай досмотрим клач-момент. Так вот. Ты видел этот клач-момент просто? Лучший клач-момент. Лучший клач-момент. Так вот, короче. Мне сегодня пришлось встать. Где-то в районе 12-ти. И... Даже раньше, наверное. И впустить к себе уборщицу. И уйти из дома на 3 часа. Боль! На 3 часа уйти из дома. Чтоб ты понимал. Бедный! Бедный вообще! Я просто не понимаю. И быть как выгнанная собака нахрен. Ну что это такое? Как? Как ты это терпишь? Как ты мог вообще пережить это? Я не знаю. Хуже просто нет ничего в этом мире. А теперь мне приходится терпеть чистую квартиру. Что ты это сейчас осознанешь вообще? Вообще! Отстой! Вот! Та же как и пуля в боку угробса. Пас. Пас. Поджимает ковры. Делает минус по Робзу. Команда Моу Спорт здесь накидывает гранаты на базу А. И судя по всему сейчас туда пойдет. Три игрока. У Спайс Солджерс фокусит эту точку. Келикс играет под коврами. Пас за фаербоксом. Команда Моу Спорт передумала. Оставив одного Оскара. Который откидывает бутылку. Открывается. И погибает от паза. Ну а в это время выход на базу Б. Это Стика. Перестрелка против Энджина. Заканчивается ничем. Крис Джей и Сани идут в Б дом. В итоге 5 в 2 ситуация. Конечно мало здесь перспективы для команды Моу Спорт. Однако будет попытка. Крис Джей заходит на плент. Делает минус по Энджину. Ксантарас предварительно забирает Сани. Крис Джей может поставить плент. Но он пытается скрутить ногу. В итоге Ксантарас его просто забирает. Друзья это седьмой раунд. И как вы видите в копилке у двух коллективов. Две семерочки. Соответственно. Восемьдесят седьмого. Да. Восемьдесят седьмого года рождения. Плюс в чат. Жесткий байт. Кстати интересно сколько у нас восемьдесят седьмого года рождения. Восемьдесят седьмого это тридцать лет мужикам. Тридцать один. Все это прям уже такие. Уже сформировавшийся. То есть как бы это уже тот момент. Когда уже мозг окреп. Когда до полной уже намного ближе чем обратно. Так ну а ну у нас вот это. Заход постепенный с СЗшками. Надо что-то сделать сейчас. Молзам придумать что-то креативное. Такое позитивное знаете. Достать бедро. Ого. Ого. Смотри. Смотри. Мажор просто взял. Прострелял троих. Четвертого не получилось. Не дали. Ну кстати тут ретейк из маркета. И в принципе то Оскар сейчас оп. Смотри. Уже один красненький. Ну тут что-то Крис Джей подзакинул. Оскар один в три. Играет на бэксайде. Есть у него флешечка. Откинул так же смачок. Делает контур выпад. Но тут Келикс просто не ощущает. Действительно вот. Спейсы не то что даже жестко стреляют. Вот. Знаешь. Очень уверенно двигаются. Вот этого не было на Марселе. Было видно как они были скованы. Как они там максимально что-то пытаются выжать из каждой ситуации. Что-то ползают там. Трайхардят. А вот здесь как-то очень уверенно двигаются. Очень уверенно ретейкают. Прям такие вообще. Прям играет как типичный интернет-хиро. А на лан приехали так сразу. Все. Ну я все-таки верю в них. Следующий турик на котором мы их увидим это. Сидней. Правильно? Они же в Сидней тоже хвалы прошли. Сейчас я посмотрю. Вроде как. Это просто было настолько давно. Насколько это вообще возможно, бро. Серьезно. Вот вот. Сейчас я нажимаю. Нажимаю. Уже смотрю. Уже не успокойся. Давай, давай, давай. Хорошо. Есть. Они будут на Сидней. Они будут на Далласе. То есть на Сидней и на EPL будут? Да, да, да. Скорее всего наверняка их позовут и на стар серию. Они точно будут на Белой горизонте. Ну то есть на Бразилии. Они будут на Blast Pro Series в Истамбуле. Потому что, извините меня, это Турция. Они прямое приглашение получили. Короче, нормально у них все будет. У них где-то 3-4 лана. Даже 4-5 ланов точно будет. Ну что, поехали. Уже контактный выход на базу А. Здесь Робс на тиккетбоксе. Перестрелочка. Также пытаются с поясы задушить под флешечку стейерс. У них в принципе-то это получается сделать под смог. Дальше они побежали в маркет. И почему-то оставили Келликса неприкрытым. Лол. Но Мейджор и пас. Все-таки сделали по фрагу. Три в три ситуация. Мауза не дали поставить плент, но все-таки. Интересно то, что они потеряли БА. Там убили опорника. А бомба у них лежит на А. И то есть им надо ее как-то, ну... По логике вещей, неплохо было бы ее захватить с собой. Но вместо того, чтобы захватывать ее с собой, они захватывают у Робса. И Крыжа остается один. И ему ну вот прям грустно. Как никогда не бывало, наверное. Да. Бомбу унесли. Он такой, ну парень, ну вы чё... Чё вы... Ну зачем бегать от меня? Давайте просто сразимся на мужика. Да. Они сразились с ним на мужика. Он в этой сражении проиграл. Но это хотя бы было сражение. 7-9. И Мауз Спортс оказываются сейчас в не самом приятном положении. Потому что надо закупать СЗшки на последние деньги. Ну, это конечно будет такое себе. Хотя может быть какой-то пуш. Давайте на андерпасс, например. Дабл пуш с СЗшками было бы неплохо. Не, Мауза вроде не пушат обычно. Обычно они либо стакаются, либо чё-то как-то там активно двигаются. По-моему, сейчас даже в медлей не должны стреляться, по идее. Вот Санни тут с этой гарматой пострелял. Крис Джей пришёл в мидл. Келикс куда-то совсем бежит и как-то очень легко он мог только что погибнуть. Ну и Спейсы довольно широко атакуют. Бомба находится под А. Два игрока в медлей. Один в андерпассе. Келикс чекает бэддом. Тут СТИКО. Ну, кстати, СТИКО мог здесь убить своего оппонента. Ну, в итоге Ксантарес находит фраг по Оскару. Ну, так всегда и бывает, понимаешь. Мог бы убить, а мог бы не убивать. Вот сейчас решил, что этого ни того не стоит. Кровопролитие лишнее. Так, Робс на яме. Нет, к нему всё-таки не зайдут. Спейсы просто пассивно отходят назад. И Ксантарес в упоре. Робс. Нормально. Вкусно. Хорошо. Так, мы перетяжки в итоге на бэ, да? Угу. Всё. Ну, фокусим бэ сайд. Правда, отдали его почему-то перед этим. СТИКО там совсем загулял. Он шёл с бэдома, хотя отвечал изначально за эту позицию. На парате надлитает, согласись. Ты сидишь на бэ каждый раз. У тебя каждый раунд защитный. То есть это 15% твоего игрового времени на мираже. Ты занимаешь тем, что сидишь на бэ. Ну, это да, я знаю. И это очень неприятная история. Тебе хочется повидать новые страны, новые углы, ящики там, коннекторы какие-нибудь хотя бы. А то ты смотришь всё бесконечно. В общем, на бэддоме ещё не так часто раунды бывают. И самое главное, что бывают команды... Раньше в старой мете бэ вообще очень мало использовалось. Часто что-то вот мы приехали на Dreamhack, да, постоянно на мираже. Очень много бэпунта. Особенно вот этих 5 человек бэ апартамента. Но старой в мете как-то мне кажется бэ меньше использовался. Все предпочитали ямку пэллс, ямку пэллс. А ты стоишь на бэ и рукуешь. Ну, скорее всего это связано с тем, что просто выйдя на бэддом, сыграв в размен с игроком дефенса, ты занимаешь базу бэ и ретейкать её очень тяжело. Ну как бы. Да, это на момент инферно на самом деле. Просто на самом деле непонятно, почему раньше нельзя было до этого доехать. То есть почему ты говоришь о том, что прям тенденция такая играть контакт в бэ. Вообще такие подобные раунды должны быть у всех команд на всех картах. И именно почему на бэ, потому что обычно бэ, ну чаще всего, да. Ретейкать сложнее, нежели там А-плэн. Ну опять же, на инферно одинаково сложно как один, так и другой ретейкать. Не знаю, тут каждому своё. Ну что, закупается Мауза, серия экономических раундов закончилась. Что-то надо спрашивать, если бы играл бы Симпл, вы бы так же на игру реагировали бы? Нет, мы бы обмазывались в фейхуаз. Ну, я чуть кричением, блин, ну Симпл, ну не Симпл, какая разница тут. Понимаешь, тут игра для двух коллективов, ни для кого, ни для одного, ни для другого, она, в общем-то, ничего там не решает. Ну, наверное, Мауза больше нуждается в этих очках, чтобы окончательно себя обезопасить. Я говорю, там 0-12, что они не выходят, понимаешь? То есть, ну, шансов нет, что они не выйдут на ланы, поэтому всё в порядке. Они точно уже засекюрили себе спорт. Ну и теперь Инжин с 23 хп, влетает вот Сани, хэдшотина, вторая хэдшотина, мейджер остался один, ему слишком будет здесь скучно гулять. Надо добежать до аплантапа, попробовать его поставить, заработать деньги для команды. Почему бы и нет. Какой-то весёлый для Сани раунд. Он выехал, нажал несколько раз на кнопку и все погибли совершенно внезапно. Почему-то никто не смотрел шорт, и он вышел с крамотным таймингом, всё реализовал. И это 8-11, возможный камбэк для маузов. Малецкий, успокой работяг, говорят, стика на конфига заменят. Ну, ребят, я, конечно, могу прямо сейчас написать ламвачу и спросить у него, но вы же сами знаете о том, что уже есть инфа, что конфиг играет в оптик. Сегодня этот состав буквально обновился на 40%. Так что никакого конфига в маузспортс не будет, в крайней мере пока. А с Тико, я думаю, что просадки в его игре связаны скорее со здоровьем. И любая нормальная организация и команда должна как бы с пониманием отнестись. Потому что сначала у него была операция на глазах, там, корректировка. То есть потом он жаловался на зуб, что-то там. Ну и, может быть, даже в связи с этим команда маузспортс нормально не тренировалась. Хотя результаты у этого коллектива, безусловно, в последнее время были. В смысле, выходят в мидл. Ксантарас делает фраг по Оскару. И дальше можно слепушить базу Б. Но неплохая флешка прилетает в ответ. И тут же еще и сами себя ослепили. Ну и тут турки, на самом деле, очень уверенно мидл занимают. Видео открывается с шарта. Может сейчас отлететь. Но все-таки его тут помиловали турки. По-хорошему могли, конечно, там просто приговорить. Ну и опять отдача базы Б от маузов. Единственное, кто на Б, это Крис. И вот он сделал выпад с шарта. Нашел все-таки Ксантараса. Но сейчас, вот сейчас, Крису нужна помощь. Думаешь? Ну конечно. Вдруг к нему не придут вообще. Турки могут сейчас забрать бомбу, пойти на Аплант. Могут, но учитывая то, что он красный и один играет на Б, здесь рисковать так нельзя. По-любому должен играть щел в саппорте. Ну это как бы... Это независимо от того, куда пойдут. Вот мы уже видим, что это АБ. Ну теперь смотри. Теперь Крис один, и как бы позиции нету хелпующих. Понимаешь? Вот и все. Крис! Какой же он хорош в этом раунде! 9 секунд осталось. 9 секунд осталось. Надо двигаться. Келикс! Келикс! Надо убивать людей и ставить бомбу. Но она временно это не может делать и то, и другое. А Мейджор его уже давно продал. Говорит, я в тебя не верю. И пойду отсюда подальше. Сей снайперскую винтовку. Ну, перемудрили по времени Space Holders. И очень круто сыграл Крис Джей. И никто от него, наверное, такого не ожидал. Но Крис Джей, он реально очень умный человек. И крайне способный с точки зрения именно того, чтобы сыграть позицию. Крис, наверное, самый стабильный игрок команды MO Sport. Ну вот еще время... Последнее время могу выделить Сани. Но в целом, вот я бы сказал, что Крис Джей это тот игрок, который всегда находится наверху. Ну я бы сказал то, что он супер... Скорее думающий, да. То есть видно, что если надо принять интеллектуальные решения, то он его примет. И это что-то похожее нам на Stewie 2K условно. Может быть Stewie не так круто стреляет порой. И просаживается по этому поводу. Но вот именно как он двигается, как он думает, сразу видно. Там Zipix условно. Zipix просто, конечно, лапочка в этом вопросе. Но это отдельная тема. Давайте вернемся к нашим туркам. А наши турки пока пытаются с одним ОВП без девайсов сыграть в этом раунде. Это не получается. Вообще они оставили... Такое ощущение, что они только заспаунились, короче, на минуту 17. Заспаунили, скинули какой-то странный Смог. Или это... Подожди... А, это Смог, наверное, прилетел от Дефенса как раз таки, я так понимаю. Да? На Ниндзю упал Смог. Да, по-моему, так. Не, на самом деле они сами тоже кидали там, но... Вот это была флешка, я не знаю. Ну и Крис, по-моему, увидел в Б-доме. Сделал выстрел, отошел. Хелпа перетянулась, это Стико кидает флешечку. По менталочку, все слепые. Выход отменяется. Но слишком сейчас плоско и прогнозируемо играет с поясы. Вот как на лане. Вот сейчас раунд похож на то, что они действовали, как они показывали на лане. Чего мейджер свапается? Ты зачем это делаешь? В любой момент может оппонент оказаться у тебя переносом. Свапаться на наш не стоит. В последнее время убивает Сани. Шансы появляются, потому что Сани поджимал спину. Мог бы, в принципе, подождать, вместо того, чтобы жать. Но он жал. Стико в любом случае в идеальной выигрышной позиции против апартамента. Потому что вот эта точка, она просто легчайшая. И пас остается один. Ему будет крайне больно. Да, его убивают. 10-11. И теперь уже девайсы должны появиться у Спы и Солдш. Кстати, спрашиваю эту часть по поводу того... Как там называется, господи? А, как там будущее у флипсайдов? Я хотел спросить, кто вообще... Что за челик? Ты знаешь его? Нет. Не знаю. Лолипопа? Да. Леденец. Стико сделал квадрокилл в прошлом раунде. А что касается флипсайд, ну... Я обладаю определенной информацией. Но, как всегда, озвучить ее, конечно же, не могу. А будущее? Ну, ближайшее точно. Ребята тренятся, что-то там пытаются. Вот заменили электроника на лолипопа и теперь будут, я так понимаю, квалы, которые будут на мажор, будут уже с ним проходить. А сейчас они не просто начинают с закрытых квалов, а аж они начинают с этого. С открытых? Да, с открытых квалификацией будут начинать. Ну да, они же, смотри, они же уже были приглашены на прошлый мажор. Ага. На прямую в квалификацию. Ага. Потому что на позапрошлом не вышли из группы. Ага. Вот. Может быть. Но я еще просто не совсем там понятна система проведения до конца. Нет. Я почти уверен, что они на минор должны получать инвайт. И даже Сарладдер будет делать минор, поэтому они должны их пригласить, наверное, на получивающие. Нет. Ну, опять же, инвайт даются не потому, что там, я считаю, эта команда сильная, я дам им инвайт. Но это не так. А как это работает? Ну, это работает ровно так, что смотри, там есть определенная система, когда вот ты, если ты легенда, то ты получаешь автоберст на следующий мажор. Это понятно. Это я знаю, я про миноры сейчас спрашиваю. И так идет на каждый уровень ниже. То есть, если ты прошлый мажор отыграл, вылетев в групповой стадии, значит, ты получаешь прямой инвайт на закрытые квалы. Если ты вылетел на закрытые квалы, значит, ты должен... Ну, получается, что они должны получить прямой инвайт на закрытые квалы. По идее, да. По идее, да. Ясно, все в порядке. Ну, на СНГшный минор, я так понимаю. Ну да, на какой еще? Ну, я уверен, что нам сейчас подскажут эксперты в чате. Тем временем с поясы забирают, выбежав на базу Б, сплитом, забирают себе двенадцатый раунд. Сейчас эко будет Моу Спортс. Ну и мне очень нравится этот коммент, типа, Лилипот, это бывший игрок Good Job. Окей, что это может мне сказать? Белорусы особо не выделялись там. Ну, он говорит просто, что есть такая команда Good Job и там все. Вот как бы он тебе об этом и говорит. Что он играл, тридцать фрагов делал по КД. Ну, вот так вот. Так, а можно игру комментить? Да, смотри, Оскар на голове ставит хэдшот по мейджору. Все комментиться. Аксантарес откидывает молик. Аксантарес в смок забирает Оскара. Все комментиться. Ты че, братьюнь? Все нормально. Стика дает хэдшот на Керекс. Спойсы уже апплен, да. Флешки полетели в сторону главки. Сантарес продолжает маневрировать ими. Убивает Робса Плового при помощи своего АК-47. И Стика вместе с Крисом гуляют у коннектора. Джин пришел к ним на главку, убил еще одного. Минута семь. Еще можно гулять с Крисом Джеймем сколько угодно. Голландец сейчас погибнет. Артур. Как это добить? Хорошо добили. 13-10, прошу прощения. И здесь борьба только накаляется. Я так понимаю, что зацепившись за три раунда Мауза, решили все-таки немножко устроить нам интриги. И показать нам возможный отлет от Спейс-Оуджес на первой карте. На своей собственной. Вторая, кстати, у нас будет до Инферно, если кто не знает. Ну, кстати, серия здесь может быть от Маузов. Изи, притом в обороне. Здесь, знаешь, как бы без сложных решений. Но тут уже вопрос к Спейс-Оуджесам. Наверное. Ну, пока ждут Аркады. Откидали смок антирашевый Молик. Уже Крис Джеймем сделал интрифраг по Кэликсу. Ну и вот он Крис Джеймем. В андерпассе он просто здесь не фокусит. Изи. Просто легчайший Крис Джеймем. Робс забирает к Сантареса. Все хорошо для команды Моу Спортс в этом раунде. Фокус коннектора. Максимальный фокус мидла. И, в общем-то, без шансов для Спейсов. Одиннадцатый раунд. Тут, видишь, они только захотели, тут же раунд взяли в ответ. Ну, посмотрим. Вот Спейсы сейчас будут испытывать проблемы в экономике. И, опять же, если возьмут, сделают закуп в следующем и возьмут раунд, то могут неплохо закончить для себя этот мираж. Но, как мы видим, Моуза пока не сдаются. Ну да. Но они просто халдят. Рядом с мейджером. То есть надо выбить его. Надо выбить из АВП. Для того, чтобы ничего не произошло. В смысле, для того, что не было этой снайперской раунд. И вот, да. А это получилось. Одиннадцать-тринадцать. И я рад тому, что Моуза не сдаются. Опять же, потому что вполне себе придет стрелять. И Крис Джей хорошо владеет АВП. И Оскар сейчас показывает свои вполне себе неплохие кондиции. И Спейс Солдер сейчас будут вынуждены проводить полубайный раунд с Захами. Можно даже... Нет, даже без арморов. Только у Ксан Тараса будет первый армор. А все остальные будут бегать голенькие. Выход от Спейс Солдера в сторону Бэплента? Нет, это будет у нас выход на миддл, на андерпассы. Здесь перекрывать это все дело может Саня вместе с Крисом Джеем. Да, друзья, мы будем комментировать Intel Extreme Master в Сиднее. Это точно. Инфа соточка, поэтому... Ждите ламповых стримов от Рухаба. Они будут гарантированы. Стико обороняется на базе Бэк. Сан Тарас тут не ощутил хаешку за стеной. Буквально. Ну и Саня уже фраг по Энджину. Келикс отвечает по Санне. Драг как миддлее. Стико тут все-таки... Испытывал определенные проблемы против Ксан Тараса, но все-таки пережал своего оппонента. Два красных игрока у команды Моу Спорт. Бомба лежит глубоко на расстоянии. Такое ощущение, что турки просто забили на нее. И даже, по-моему, не собираются ее подбирать. Просто ползают все по карте, ищут фраги и... Пытаются перестрелять своих оппонентов. Ну и отдали базу Бэму УЗА. Да, это неприятно. Особенно неприятно получать по щам от Крис Джей, который стоит на маркете. Человек у Плаза тут на шифте. Пытался подкрасться. Не получилось. Келикс вместе с Мейджером не выдает свое месторасположение, но Келикса будут ждать. Ясное дело, тут в линеечку у нас стоят и Робс, и Оскар. Один смотрит яму, другую смотрят коннекторы. Келикс дойдет до дырочки. Точнее, до вот этого места. Стик его добьется, и Мейджер останется один. Интересно, как буржики называют эту позицию? Подожди, 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 подожди. Вопрос в другом. У нас, получается, чел, который остался в живых, сейчас кикнулся. Мастраунд закончился, потому что парень на миде стоит, держит бомбу. И его дисконнектит. Бывает. Ну, там все равно у Спейсов не было шансов. Ладно. Будем справедливости ради все-таки, да? Не было шансов. Ну, не, ну, вдруг они были, конечно. Никто переигрывать это не будет. Потому что, я уже говорил, вот ничего не решает. Поэтому Спейсы не будут подавать апелляцию там в супер. Все, не пойдут по правам. Оскар неплохо поджимает яму в начале раунда. Делает враг по мейджору. И тут же выходит пацан с ковров, но его закрывает Сани. И Робс останавливает яму. Отличная работа. 4 в 2. Уже ситуация для турков. Кэликс. Как-то незаконно настреливает в Смог. Ну и что дальше? Все. Все перекрыто. Ну, вот Робс, поджав ковры, опять же, выигрывает массу, массу и времени, и позицию, и все просто. Вот один мув, который перекрывает все усилия команды Спейс Солджерс в этом раунде. Ну, не факт. Если вот прямо сейчас они начнут пушить, да, они дожидаться там 30 секунды, то в таком случае они успеют убить Сани, поставить бомбу, окопаться где-нибудь, и теоретически говоря, смотреть спину, потому что с таким таймингом смотреть спину уже надо. Так и так. Ну, Робс, да, дойдет. Ну, мы все прекрасно понимаем, что турки будут дальше сидеть сжать, потому что, ну, а вдруг кто-то к ним выйдет на халяву, отдастся, из-за большинства, может быть, что-то получится. Нет, нет, ничего не получится, друзья. Энджин уже отдался, и Келикс попробует поставить С4, и его в этот момент должны убивать. Да. Ну что ж, 13-13, счет. Опять у нас вот плотная борьба. На Cobblestone трене у нас было 16-14, 16-13, и здесь мы видим тоже все серьезно. Оказывается, что команда, когда команда играет по лайту, в ненапряг у нас получаются полноценные катки. Полноценные по счету, да? Да, да, да. Ну да. Половинчатые. Типа заруба, да. Вот сейчас бегут в сторону базы B спейсы. И чё? Будут ли пушить? Нет, кто-то спустился в Underpass, кто-то остался в B-Dome. Такое. Так. Сани. Минус по Келиксу. Сани чётенько перекрывает Underpass, дальше поджимает Middle. Помба перетягивается обратно в B-Dome. Опять же, по-моему, УЗА читает своих оппонентов. Вопрос только к спейсам, готов ли они максимально высохардить эту ситуацию. Думаю, они готовы потрайхардить, постоять. Посмотреть в телевизор, кстати, там можно его включить. Да. Постоять, у него позалипать. Чё нет-то? Никто не запрещал. Флэшечка от Стика. Пытается вытащить сейчас Стика. Здесь, если забирают М-ку, в принципе, было бы очень даже неплохо накопаться. Но даблкил, походу, нет. Нет, не даблкил. Только одного он убил. Отдал Ксантарасу М-ку. А Ксантарас М-ка это зло. Вы сами знаете, прекрасно. Это лучший игрок Турции всех времён и народов. Правда, у турков всего лишь 5 игроков, поэтому сложно быть самым... Точнее, не так сложно быть самым лучшим из них. И мейч разобрал М-ку. Ещё одно после убийства Сани. На дальней дистанции пытался сразиться против Робса. По Ксантарасу есть инфа. По нему выстрелил Оскар. Почему-то не попал, хотя Ксантарас не двигался. Но бывает, даже когда никто не двигается, всё равно можно промазать. Оскар забирает себе бомбу. Это 14-13. И хорошая попытка от Спейс Солдерс. Могло бы получиться даже ещё лучше. Ну, неплохо, да. Неплохо. Ну, 14-13 опять, понимаешь? Вот у меня сейчас есть ощущение, что Спейсы сейчас возьмут раунд. И они сыграют 14-14. А потом уже знаешь такие... Откуда у тебя такое ощущение? Давайте вот по-честному дальше. Давайте по-честному. Всё по-честному. И сейчас вот кто победит, тот победит. Чтоб было всё по-честному. В смысле Допа сейчас будет? Чё-то по-честному он там собрался. Допа. Всё будет, всё будет как положит Грис Джей на мидл. Он не стреляется. Спейс Солдерс выезжает ещё и в сторону б-планта. Снова чё-то они прям гуляют регулярно на эту точку. Стикер сидит на бортике. Моя любимая, кстати, позиция на мидл на Дефенске б панта. Вот именно это. Что здесь если Крис Джей берёт на себя фокус. Грамотно. То Стикер просто всех убивает. Ааа. Ему даже брать на себя фокус не надо. Потому что смог. Это же ну невозможно прочесть. Что вот в смогах. Уууууууу ты видела-то они чекнули бортик который прошли Ничего ся Это вообще серьезная заявка на победу oye считают что спойсы после этого мульт VO обязана выиграть мирappy Сейчас Саню выиграет раунд просто Њжо catch Смотри ООП А там Мэджор его задетектил Кэликс делает фраг по Оскару 2v2 ситуация САНИ! Хедшот без шансов. Ну и Робс в итоге один против Мейджора. У Мейджора есть еще молик. Я бы на его месте прям сейчас его... Оооо, это было красиво от Мейджора. Неплохо, деньги есть у команды Моуспортс, и в этом матче непонятно кто все-таки станет победителем. А пока, друзья, кидаем экономического гуся, которого я нарисовал только что вам на карте. Точке бюджетного. А что касается пейсов, я уже сказал, Да, если ты чекаешь такие вещи, да, то есть это карма, понимаешь? Если ты чекнул бордюр, значит, ты должен выигрывать раунд. Это как чекнуть этот бортик на Инферно на Б-планте. Буст Клумба. Вот, если ты его чекаешь, значит, ты молодец и заслуживаешь победы. Крис же, и вот что это сейчас было? Что это за красота от голландца? Очень круто сыграно. Это вот эта агрессия с одновременно тонким просчетом, быстрым пушем и легчайшим таким плавным исполнением. Грациозным. Грациозно сыграл голландец, а вот Оскар сыграл немножко не так грациозно. Так, ну и меньшинство сейчас для спейсов. Попытка позднего выхода через мидл. Два игрока в окне, максимальное укрепление именно этой позиции. Оскар дальше жмет мидл. Ну то есть счет 14-14, но при этом команда Моуспорт все равно играет вальяжно. Ну, опять же. Оскар второй раз подошел, попушил. Он сам в начале раунда сделал то же самое. Выстрел не попал, теперь выстрел тоже не попал, но в этот раз еще и умер. Такое бывает. Такое случается. Неприятности. Для господина из Чехии. Тем временем Саня должна сыграть здесь, да? О-о-о-о! Вот это чек от Санта Расапдауна. Это серьезная тема крыжей. Убивает еще одного на размене. Теперь еще и надо сыграть против мейджора, но против мейджора не получать, но что-то его сносит. Это 15-14, друзья. Если только Роб с ним вытащит 2 в 1 ситуацию. А денег-то у Моузов нет дальше? Че, Спейсей выиграет Мираж? Да. Или мы все-таки посмотрим допы? Понятно. Изи! Изи, говорит Робин Кул. 2 в 1 просто не ищу. Это нормально, нет? Нормально, а че? Окей. А ты мне говоришь потом ставить на тотал раундов. Вот видишь, что происходит? Ну, видишь, овер тотал раундов. Ну, нормальная тема. Нет, я-то поставил, я-то говорил с тобой про игол против Фнатик. Там-то Фнатика надо будет выигрывать, в отличие от Моузов и Спейсов. Ну, я думаю, там тоже самое будет. Нет, там будет разнос. Я думаю, 16.4 или 16.8. Вот такой вот счет этого варианта. Я понял. Ну, вот. Это все еще under 26.5, понимаешь? Короче, неважно, друзья. Если что, там это я подзалил, поэтому мы будем вместе беспокоиться за мои 50 рублей. Вот, страшная цена. Ну, вот и все. Комментатор сам просто взял и спалил, Саша, он делает ставки. В смысле, 50 рублей отставка? Сейчас на 50 рублей, понимаешь? Ты сейчас должен просто топить за 50 рублей просто на кого-то поставил? Не сейчас, не сейчас, это на следующей игре. А на кого ты поставил? Эго против Фнатик, under total. Under total. Ну, все. Все. Значит, скриньте. Скриньте? Не знаю, правда, что скринить. Сантара сделает пиксель с Крис Джей, внутри плента падает стика, неплохо. А вот теперь выход от Сани. А какой спрей залетел по второму, лол. Почти добрал паза еще и при всем при этом. Ну, и Робс приехал, и 16-14. Изи катка. Вообще, самая легкая катка в моей жизни. Никогда легче миража я не видел. Отправляемся с вами на маленькую паузу, чтобы прийти на The Inferno.